всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу вам показать рецепт очень простого соуса песто но непривычно в зеленый а песто роха это на испанский лад ну или как говорят итальянцы песто роса чем это хорош спросите вы да просто вкусен неприлично правда есть один минус готовится долго неделю минимум мой вариант вообще займет полгода и еще пять минут сегодня начинается все завяливание помидор как это делается показывал в отдельном ролике щелкайте по ссылке смотрите если вдруг пропустили так вот такие вот такие завяленные помидоры нужно залить горячим маслом и оставить по крайней мере на неделю ну или как я на полгода счастливчики просто идут себе в кладовку и берут баночку из-за кромов такую вот красивую еще для соуса понадобится свежий базилик чеснок миндаль оливковое масло и сложный момент согласен итальянский сыр промежана риджана или что лучше карина романа мне вообще оба два так ингредиенты вам назвал рецепт сейчас покажу и вот только не надо на жизнь жаловаться я уж неоднократно замечала что в россии несмотря на все санкции эти самые санкционные продукты купить вполне можно да не дешево а кто вам сказал что в нашей захолустье в испании все это можно купить ощутимо дешевле рецепт соус элементарен в чашу блендера отправлю вяленые помидоры даже их резать не буду все перемелется чеснок ну конечно его очистить от шкурок миндаль и свежий базилик теоретически может быть конечно только листочки на угландере в любом случае все в труху перемелю и конечно же оливковое масло ароматное вкусное это если вы хотите получить действительно вкусный соус я использую как раз то в котором помидор уже полгода настаивались она все пропитана этим вкусом а теперь надо немного пожужжать почти готово остался еще сыр я натру и пекарина романа и пармиджана риджана кстати пекарина в наших краях появился буквально пару недель как этот почти четыре года ходил и искал не было и наконец привезли видать все побережье уже знаешь что есть один сумасшедший русский блогер который ходит ко всем пристает а нет ли у вас пекарина романа и сыр отправлю к соусу отлично и опять надо немного пожужжать все готово красота классно так сильно пахнет вялеными томатами чесночком базиликом вкус бомбический очень очень сильный очень классный очень яркий но тут же возникает закономерный вопрос во первых чего там солью на вторых как это дело есть насчет соли скажу так когда вы завяливаете помидоры вы по своему желанию либо солить их сразу либо не солите эти у меня были посолены поэтому соус то я и не солил так что предлагаю вам отталкиваться от ваших продуктов попробовать и на свой вкус подбирать нужную вам гамму так теперь что касается употребления соус итальянский они по мнению всего мира макаронники поэтому в кипящую воду нам добавить соли и пасту того формата который вам по душе у меня сегодня по порделили лапша короче и вот когда она сварится прямо в горячую нужно добавить парочку столовых ложек этого соуса от высокой температуры и чеснок и оливковое масло и помидоры базилик начнут так пахнуть это будет такая сказка но я знаю что львиная доля зрителей моего канала чужда идеи мегатерианства поэтому специально для вас хочу приготовить несколько более интересный вариант фантазийный так скажем бекон кстати варен копченый сухой засолки использую а нарезаю надо это реклама отписка дорогущим по слуху я даже на сайт не заглядывал ножом самура хай карбон вот нравится из всей линейки самура на уделение лучше всего мне в руку лег и заточку отлично держит но тем более что еще и в подарок получил че красота и этот бекончик на сковороду пусть поджаривать слегка а для красы я добавлю еще кое-чего спаржа чумбы нет вот эта часть жестковато томить ее и выбросить а вот это все надо нарезать самые верхушки пока оставлю можно конечно было нарезать целиком но я решил устроить такую он вроде как ресторанную подачу так что верхушечки завернул ломтик бекона отлично и заколю зубочисткой теперь можно добавлять и спаржу вот здесь пристрою рулетик она требует очень бережного отношения моментально пережариться и потеряет и вкус и хрусткость свою поэтому сначала нужно слегка подрумянить бачка этого рулетика собственно даже не самого рулетика вот именно бекон смотрите какая красота и вот только сейчас добавляю остальную зелень спаржа и чтоб совсем уж вас добить разнообразием зеленый горошек это замороженный вообще-то ну по крайней мере он был заморожен перед началом съемки зелени хватит буквально одна минута ну две от силы я вам в этом уже говорил чуть передержите и все беда пора по портель отправить сковороду этика я тоже рулет вот так сюда все варить надо до состояния аль денте потому что она у вас сковороде до полной готовности дойдет красота теперь выключаю нагрев и кладу сюда свой песто россо конечно он мягко говоря совсем не роса очень темный цвет насыщенный и перемешать как следует вот сейчас паста недоваренная стремительно выбирает себя весь этот вот масло и соуса бульончик который начерпал и при необходимости густоту вашего соуса можно отрегулировать добавлением той самой воды в которой она варилась и запах классные сильные все срочно за стол расхватывайте вилки пасту свернули таким гнездом о ее вот так вот центр наш рулетик как там делают су шеф и кажется так и сыра сверху как вишенка на торте ну и пару капель ароматного оливкового масла extra virgin вот такая красота конечно надо было сюда еще и базилик но я не подумал и весь в блендер ухнул даже парочки листочков не оставил для того чтобы украсить все это дело это что никто не сомневался что он там ест спаржа нарезана мелко а тут тебе в качестве подсказки бутончики ну верхние кончики этой самой спаржи бекон выжарен но на спарже его тоже легко определить горошек и так разглядите глаз горячая паста она впитала себя все эти ароматы она сглаживает своей нейтральностью вот этот очень сильную очень яркую ноту соуса какую прям летнюю даже не летнюю осеннюю насыщенную но здорово еще надо зелень утащить на очень классно и было бы здорово даже без бекона хотя можете и другого какого-нибудь мяска сюда добавить по желанию курочки какой-нибудь еще чего-нибудь сообразите да насчет сроков хранения такой соус не хранится долго он же сырой а на листьях базилика даже на помидорах на ваших на чесноке в конце концов какие угодно споры плесени могут существовать поэтому даже в холодильнике даже если положите стерилизованную банку даже если зальете оливковым маслом так же ничего не выступала но два дня простое в холодильнике но 4 за больше я бы не поручился но с другой стороны готовится элементарно блендер запросил все вжикнул и все сообразить короче спасибо за компанию всем пока а